Очень долгое путешествие Илья Инь и Ян. Автор Яна Соловьёва. Синие горы. Глава 23. Сделка. «Их светлости завтракают!» — повторил, почти взвизгнув Валёс, и отступил на шаг назад. «Ничего страшного, проси аудиенции, это срочно!» Йорвид надвинулся на него, и, казалось, готов был схватить за грудки и вытрясти из роскошных одежд. Дворецкий исчез за дверью. Йорвид, будто зверь в клетке, мерил шагами коридор. Наконец дверь отворилась, и Валёс, приглашающий, пропустил нас внутрь комнаты. Эльфийские король и королевы сидели за изящным столиком, заставленным серебряной посудой тонкой работы. Йоланан отодвинула вазочку с воздушным суфле и, высоко держа голову, выжидающе повернулась к нам. Перед их столом стоял пустым единственный резной стул. Йоланан жестом пригласила Йорвида сесть и усмехнулась про себя, и, скрестив руки на груди, встала рядом. Йорвид подошел к стулу, сжал пальцы на его спинке и заговорил на всеобщем. «Я не сяду, Йоланан! Как можно делить стол с теми, кто пытался тебя отравить?» Он говорил вкратчиво, но во взгляде читалась ярость. «Никто никого не травил. Это был подарок». «Подарок». Йоланан твердо смотрела своими черными, бездонными, как и у дочери, глазами Йорвиду в лицо. «Подарок?» – протянул он. «Чтобы все эльфы иступленно перетрахались после пира? Мне многого стоило вернуться сюда, чтобы просить вас о помощи. Но такого приема я не ожидал даже в худшем сне». Я внутренне закипел от его слов. Не таким уж и ужасным был этот сон. Перевела взгляд на короля. Тот сидел отрешенно, глядя в чашу. В руке застыла тонкая серебряная ложечка. «А какого приема ты ожидал, расторгнув помолвку и избежав от моей дочери?» Йоланан резко встала, выпрямилась, глаза гневно засверкали. «Это все из-за того, что случилось двенадцать зим назад?» «Нет!» – выкрикнула она, взяла себя в руки и уже спокойно продолжила. «Видят боги, что наше семейное дело хоть и разбило нам сердце, но не послужило бы причиной». Она взглянула на мужа. Ланан отвел глаза. «Ты сказал, что пришел с просьбой о помощи. Жизненно важной просьбой, раз ты посмел вернуться. Говори, наша помощь будет иметь свою цену». Йорвид испытующе посмотрел ей в глаза. «Нам нужно увидеть Айон Антониэла». А Ланан звякнул ложечкой. «Мастер Рун удалился от мира, стал отшельником. Он ушел в горы с одним из учеников уже зим десять как?» – произнес он. «Нам нужно к нему попасть!» – с нажимом повторил Йорвид. «Ты попадешь к нему!» – повысила голос Йорлана. «После того, как выполнишь наши условия, говори». Эльфийка сцепила пальцы, помолчала. В Ордоле настали горькие времена. Уже почти три года, как в городе не был зачат ни один ребенок. Наши целители не могут понять причин, ведь у нас полно молодых эльфов. Она решительно посмотрела на Йорвид. «Нам нужна свежая кровь». «Что?» – взревел Йорвид. «Вы нас одурманили и хотите использовать как быков осеменителей? У нас нет другого выхода!» – почти крикнула Йорлана. «Ты думаешь, мне это нравится? И что, мне легко смотреть, как последний город эльфов встал на пути вырождения? Нам нужны только ты и мужчины из твоего отряда. Если вы поклянетесь остаться здесь на год, то, возможно, я позволю вашей эльфийке Эйдхоэне навестить Айюн Антониэла. Но не ранее, чем через неделю, когда пойму, что вы выполняете свою часть договора, и смирились. У нас нет ни недели, ни года. Айюн Антониэл нужен мне самое позднее завтра». Голос Йорвида звучал опасно спокойно. Кулаки сжались. «Мне плевать». Отчеканила королева, скинула подбородок, и тонкий палец длинным ногтем нацелился Йорвиту в грудь. «Ты... ты в любом случае останешься тут, с договором или без. Пока Фиона не принесет нам внука, второй раз сбежать не получится». Йорвит стоял, опустив голову. Пальцы впились в спинку стула. Молниеносное движение и стул полетел в окно. Взрыв и от блестящих стеклянных брызг засверкало по комнате. Они с Йоланан прожгли друг друга взглядами. Йорвит стремительно зашагал к выходу, хлопнула дверь. Йоланан также стремительно направилась к двери, к дальнем конце комнаты. В ошеломлении я так и стоял, скрестив руки на груди. Король-эльф поднял голову от чашки, посмотрел на меня. Мне показалось, что он хотел что-то сказать, но жена властно обернулась на выходе. А Йоланан поднялся из-за стола и, еще раз бросив на меня взгляд, ушел вслед за ней. В комнате Моны никого не было. Наверняка она ночевала у Роэля. А в моей я обнаружила накрытый завтрак. С подозрением осмотрев еду, я решила, что фрукты, нежный творог и вода безопасны. Я порядком проглодалась. В одиночестве и тишине, наконец, можно было спокойно подумать. Клетка захлопнулась. Просторная, позолоченная, но все-таки клетка. Даже если мы с Моной починим стилет, я покачал головой. Мона не уйдет отсюда без Роэля. И что я скажу Саске, если вернусь без какой-то элей, без Йорвита? В задумчивости я вышла из комнаты. Прошла, не замечая никого вокруг, на террасу. А на меня никто и не обращал внимания. Я облокотилась на парапет и смотрела на гладь озера, умиротворенно расстилавшегося перед дворцом. Вдалеке виднелось несколько узких, изящных рыбацких лодок. Вокруг них кружились и камнем падали вниз чайки. Сбоку раздалось тихое покашливание. Я обернулась и увидела, что из-за колонны Аланан махнул мне рукой. Его бело-голубые одежды исчезли за углом. Мельком оглядевшись, сделанно праздным видом, разглядывая красоты, я двинулась за ним. За углом уже никого не было. И я припустила по мозаичной дорожке, уводящей в сад. Благоухали цветы. На дорожку опускались лиловые и розовые кисти цветущей вистерии. Король уже ожидал на скамейке в тенистом уголке под кроной плакучиев, корни которой уходили в радостно журчащие по камням ручейки. Я склонила голову. Аланан похлопал по сиденью скамейки рядом с собой. Помолчал. Не уверенно начало. Честно говоря, мне все это не очень нравится. Я улыбнулась ему. Ваша светлость, не могу выразить, как я с вами согласна. По правде сказать, по ту сторону город нас зависит судьба целого государства. И счет идет на дни. Аланан кивнул. И Ланан взялась за дело слишком решительно. Но в этом вся она. Добавил он с нежностью. Но мне не кажется, что мы сможем таким образом решить нашу проблему. Он опять замолчал раздумывая. Потом посмотрел мне в лицо. Его бледно-голубые глаза в обрамлении черных ресниц будто светились. Когда-то Гвинблэйд помог нам в очень деликатном деле. Лис сказал, что ты здесь вместо него. Да, сам Геральт не смог быть рядом с Йорвитом. Ты очень молода. Но других вариантов у нас нет. Казалось, он разговаривает сам с собой. Я думаю, что наше горе – задача как раз для Ведьмака. Возможно, это какое-то проклятие. Или магия. Иных причин не может быть. Вы говорили, что дети не рождаются у вас три года? Два с половиной. Но ни один ребенок не был зачат с того лета три года назад. В моей голове вспыхнули слова Наим. Ах, как она чудесно выглядит. Сказала она тогда. Три года назад здесь была Франциска Финдебайер. Не так ли? Да. Но я далек от мысли, что она как-то в этом замешана. Эльфы Долблатана – наши добрые друзья. И всегда были ими. Хотя к взаимопониманию мы с ней тогда так и не пришли. Я вопросительно поглядела на него. В войне с Севером погибло слишком много молодых эльфов. И она хотела, чтобы часть наших жителей переселилась к ней. С удивлением я посмотрела ему в глаза. То есть она вам не сказала, как они погибли? Война. Он неопределенно повел рукой. Франциска сдала их северянам в обмен на трон Долблатана. Жестко проговорила я. Всех молодых эльфов, сражающихся за нее, изгнали без права вернуться на родину. Они оказались вне закона. На них охотятся, как на собак. Она разменяла их жизни на свое правление. Аланан потрясенно смотрел на меня. Этого не может быть. Ни один эльф не пошел бы на такое. Вы можете спросить остальных участников нашего отряда. Они как раз из таких изгоев. В Долблатана вернулись только пожилые эльфы. И там так же, как и у вас, не рождаются дети. Так значит, это место. Прошептал он. Она действительно уехала отсюда в гневе. Я кивнул. Когда мы шли сюда, двери в Некрополе были заперты. А проход охранял Голем. Она позаботилась, чтобы у вас не было связи с внешним миром. Лицо моего собеседника потемнело. И будто разом постарело. Он прижал к груди ладони с длинными, как у пианиста, пальцами. Унизанными перстнями. Ты сможешь помочь нам с этим, ведьмачка? В моих интересах это сделать. При условии, что вы отпустите нас всех. Я сделала упор на последнем слове. И позволите увидеть мастера Ру. С Лисом у моей дочери личные разборки. А Фиона привыкла получать желаемые. Всех. Мягко повторила я. Он помедлив кивнул и достал из кармана ключ. Я что-нибудь придумаю. Это ключ от двери в южное крыло. Где жила Францеска со свитой? Осмотрись там. И его. Аланн стащил с указательного пальца перстень с печатью. Это для охраны. Вернешь потом. Ты можешь ходить везде, только покажи им перстень. Я спрятала кольцо во внутреннем кармане куртки. Эльф едва кивнул, показывая, что разговор закончен. И быстро шагая исчез в цветущем саду. Я нашла Йорвита на заднем дворе дворца, оборудованном под стрельбище. Голый по пояс он натягивал лук. В центре мишени стояла уже щетка из стрел. Один из обтянутых соломой манекенов был изрублен в щепки. Вокруг валялись ошметки. Сердце второго был воткнут Йорвитов меч. Под манекеном в пыли валялась фляжка. Я присел рядом на обрубок бревна. Йорвит выпустил стрелу. Она воткнулась ровно в кучу стрел в центре мишени. Ты в хлам. Заметила я, кивнув на фляжку. Кайдыянская дрянь из моих запасов. Без дерьма. Он развернулся, широко развел руками. А что еще прикажешь делать? Мне приставили нянек, и никто из них даже не захотел потренироваться со мной на мечах. Кроме вот этого. Он мрачно кивнул на распотрошенный манекен. Я обвела глазами стрельбище. В отдалении стоял эскорт Йорвита. Из троих вооруженных эльфов, не спускающих с него глаз. Они не хотят умирать. Усмехнулась я. Может быть, ты, ведьмачка, составишь мне компанию? Его губы искривились. Хватит, насоставлялась уже. Отрезала я. У нас дело. Трахать местных женщин в течение года? Если так подумать, неплохая сделка. Так, хорош. Я сняла пояс и стала искать нужные пузырьки. Слезы жен, белый мед. То, что нужно для снятия опьянения. На, выпей. Только оба сразу. Очередная попытка меня отравить. Ты хочешь повторить, Бианна? Эльф смотрел на меня с непередаваемой дерзкой насмешкой. Мечтаю. Огрызнулся я. Заткнись и пей. Запрокинув голову, Йорвит послушно влил в себя эликсир. Передернул плечами. По телу прошла дрожь. Он сел рядом на бревно и обхватил руками голову. Я протянул ему свою фляжку. Он отшатнулся. Вода, не боись. Какое дело? Хрипло спросил он, взяв фляжку. Я мельком взглянула на эльфов в отдалении и понизила голос. Я договорилась с Солананом. Если мы разберемся с причиной их бесплодия, нас проведут к мастеру рун и отпустят. Всех. Йорвит из-под лобья посмотрел на меня. Взгляд его начал проясняться. Эликсиры действовали. И как ты хочешь найти эти причины? Ты училась на повивальную бабку? Они за три года с помощью лучших лекарей не смогли ее найти. Если ты перестанешь язвить и включишь мозг, то, может, мы что-нибудь и придумаем. Мне нужно умыться и что-нибудь съесть. Пойдем. По дороге расскажешь. Йорвит подобрал свои вещи. Игриво махнул рукой охране. И мы пошли во дворец. Сзади неотрывно следовали эльфы. Сзади неотрывно следовали эльфы.